они терлись терлись видите по старт такое было потом к концу ну к пятой минуте пошло уже такое отставание хавк вроде бы отковыривался вроде бы да там потерял трех рабов все могли счет решил нифига себе как мы сразу перед перешли на этой что хавк выиграю тяжа хавк молодец старайся тяж был топ-1 мира хавк не был ну тяж не играет профессионально уже года 3-4 и и посмотрим варкав 3 инфо какой у них там рейтинг статс уман ну хавк топ-4 хуман выше него сок фортитюд и блэйд хотя ж настолько инактив что я его даже в рейтинге не вижу ну в первой двадцатке а у наверное рандом он рандом скорее всего так хавк 23 а т.х. 15 понимаешь 23 и 15 не такая большая разница ну да когда-то тяж был чемпионом мира ты это кстати тоже был когда-то чемпионом мира да и граби скорее всего тоже не справится ни с тем ни другим сейчас и креолопус какой-нибудь тоже короче счет решил вообще ты с другой стороны мы знаем что у тебя же депрессия и он будет лечиться я даже не представляю как можно год-два лечиться от депрессии то есть что там должно быть ты берешь и такое принимаешь решение что мне нужно два года граулер поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает добрый день добрый как известно орда победит спасибо за варкрафт коты зло а титанов надо ослеплять хорошего настроения приятного стрима и ты не сможешь захватить город с семи личами спасибо граулер все по делу то есть если сейчас может быть хафф поступает милосердно может он читал этот твит тоже что-то хумановская у него внутри стрепенулась он понял что надо помогать брату и принял решение что они по крайней мере не не сильно не стараться конкретно в этой серии он может спокойно пройти по лозерам кто-то лалает какой-то вот и ой какой-то лалает фокус сначала фокуса потом потом лалает потому что там тяж выигрывает например лалайта в финале верхней сетки соответственно лалает падает и в хавк пропускает практически своего тиммейта добавляет ему пару лет жизни благодаря такому великодушному жесту почему бы и нет идет криппинг наоборот быстрее обыграл быстрее отправил лечиться так а вдруг он сейчас какую-то сопутствующую еще травму получит тяж напоследок последние игры должны быть запоминающимися в хорошем смысле словом все типа точку поставил пошел пошел дальше лечиться вот а если тут еще будет разгром сейчас он ведет типа 1-0 и тут хавк нажимает педальку включает микроконтроль скилуху и и комбетчат просто с унижением попутным с чатом еще внутриигровым с парочкой обидных фраз на китайском что-нибудь такое и все и как минимум первые полгода тяж будет вспоминать эту серию и писать гневные комментарии в теме на гудгейме которую сам же и создать создаст так что хавку надо поаккуратнее действительно не переборщить за тоненького тяж выкупает а его можно перехватить там маг на халяву может встретить этого приста пера говорит терапия может долго длиться особенно если это клиническая депрессия лекарства посещение психотерапевта иногда не факт что результат будет виден даже через год ясно хорошо что я не в курсе хотя может быть и должен побежал уже сейчас хавк на вражеский экспон знает депрессия не просто плохое настроение все что сейчас лечился он собирается лечиться году и поправился ему повезло нет еще не повезло он с хавком играет у меня знакомый 5 лет выходил да грустненько депрессия чего да мало ли вдруг там в семье какие-то проблемы на личном фронте вдруг не знаю мало ли что на 2 фронта пытается хавк сейчас развлечь противника архмак с элементалями на мэйне потому что там нет магической вышки он наказывает за это ой ну вызвать вызвать внутрь второго элементали давай есть молодец только зажаться надо элементальным куда-нибудь подальше чтобы он выдержал но у хавка 3 архмак это очень хороший и и нычка тоже доделывается свайда гоняющая посмотреть бы кто в плюсе после вот этой вот все тема остался персоналку взял little unforjant that the one shadow priest was hurt that bad hawk is half a level ahead on this on this to all the kills магическая вышка тайминговый магазин у хавка когда уже пора лечиться нынче футмены помогают отбиться от мага ё-моё а как мы будем на экспанте отбиваться вот здесь да есть магическая вышка футменов надо возвращать было раньше и даже ополченцы берет с собой тип у них приблизительно одинаковые армага окружен окружен окружали ти лови дед справа подставить справа подставить выскочить может телепорт на на не ну тяж безмятежно конечно безмятежно стоял архмагом он где-то в другом месте видимо контролил да очень хорошо он увидел что дед не на месте и аккуратненько к нему подошел без лишнего шума потом бац окружил и все готово поднял 3 так на чоков пошел снова развлекать вижу у него там две три точки бегут на экспанс основная часть бежит на мэйн и дефенд много вышек а зачем хавку столько вышек ребят зачем он реально кассу хочет поражать сразу же похоже да сейчас после кипа кассу будет сразу и футмены вырываются давайте внутрь ребята внутрь запрыгиваем и еще футмены стоят рабочих пилит нам естественно сонный ops не показывает что там что он происходит на экспанде но там футмены бьют под магической вышкой рабочих туда же архмаг побежал всячески отбиваться и такой он медленный капец минус футу надо было своего добивать муха кто у тебя тарпак рядышком стоит похож к но по контролю немножко ну так у нас есть дирижабль пошел кассу рабочие биты один там труп трупчанский лежит хавк снова продолжает душить ну добивай футменов этих ну ё-моё дина и лё разводит хавк давно дропаться внутрь внутрь прям архмагом ну не стоит он дирижабль купил купил а контролить не купил дирижабль вообще ничего не сделал у дирижабль как сокол на бтре помните над когда мы с ним позавчера играли тоже ничего не сделал здесь корничек говорит ты пробовал связаться back to work of чтобы поработать вместе по комитете нет не пробовал задумывался об этом но нет во первых потому что у меня английский хуже во вторых потому что а зачем там другого типа аудитория на нерусскоязычную рассказывать им где они неправы но зачем то как они комментируют я слышу какие-то интересные вещи подмечаем а тут пушат с тяж двое гвардовские вышки не особо помогают бумага не подставляем еще он же маутон кинг у тяжа с полной маной стоит ничего не делает аура вторая у архмага а он как бы ману не тратят не тут как какие-то какие-то вообще странные мувы от тяжа главным образом дожили до т3 у нас мк выше на уровень что строит непонятно тут реально можно и в коне сыграть и в грифоном сыграть хавк пошел в коней так же как в прошлый раз я про то чтобы все приглашали на трансляции ингейм так сказать а ингейм то я могу и так попасть то есть это не проблема потребует просто полчаса часа до до самой игры и тыкать еще внутри то есть в этом есть свои плюсы есть свои минусы плюсы в том что ты можешь показывать то что считаешь нужным и тыкать самостоятельно минус в том что нужно там решать проблему 43 бустером с отображением вот этой вот темы которые не всегда подхватываются что ты тратишь энергию внимание не только на комментирование но и на то чтобы зайти в игру в тыкать внутри то есть гораздо проще смотреть со стороны гораздо проще тем более в х в худых вот в этих вот во всей служебной информации особенно в китайских вариантах у того же самого тэда да у всех там по сути кто у инфи у тэда там такое количество служебки сейчас вы отображается что ты даже если эти не показывают ничего по цифрам можешь понимать что происходит так вирту ну вот и просто здесь они они их нужно сейчас спасать чтобы быстрее крепится но по-хорошему тебе нужно их менять на коней уже то есть выходит конь ты там сидишь лимите 50 так же как с медведями с арчами как забирает красную точку чё там чё там чё там амулет большим супер 250 же дам до клепать будет до посинения но это определяющий артефакт вообще артефакты у хавка благодаря тому что он лучше прокрепился и больше прокрепился там кто скажет о хавку повезло он выбил амулет вторая красная . не закреплена то есть те аж даже не попытался выбить аналогичный артефакт понимаете так что кукуку оставьте это самое просто не надо предвосхищаю уже все по скилу по скилу окружение архмага по скилу классный харас только дирижабль недоконтролил не по скилу окружать имку с инвулом не надо особенно когда у него клэп есть и особенно под паладином смотрите сейчас будет инвул клэп сейчас сверху ну клэп ну клэп и по кд хавка лен а это не тот мк был у него полный мановым киев вот я не совсем понимаю он не кинул ни одного болта и он играет с башем с башем вдумайтесь против двух бас хумана 2 в какой в какой в какой вселенной вам здесь нужен башен и клэп скажите вот кто-нибудь кто в хуманах разбирается там виви может на связи зачем ему здесь башь башь берется там против демон хантера из-за моноберна потому что тебя маны мало и те нужна хоть какая-то польза иногда берется когда с одной базы пушится опять же маны нет но здесь и маны есть архмаг высокого уровня уже как бы по умолчанию из коробки плюс тут еще x2 армии ну просто все начинаются экспанды все начинаются огромным количеством денег и как следствие с большим количеством армии как играть без клэпа вот хавк молодец он приоритизирует клэп у него не второй молоток и баш а второй клэп и первый молоток вот это абсолютно адекватная тема все клубчанский пошел маны много пошли дисплейнер fire да все тут отлично у хавка а что по грейдам 21 одинаковые он должен здесь за счет клэпа просто разрулить все даже ополченцы не ополченцы неважно еще один клэп будет смотреть бах разваливается тяж он до заказывается правда но позиция просто шикарная у хавка палыч работает там рабочих умерло огромное количество видите внизу одни то сплошные трупы просто от рабочих все поиграно вот отсюда хавк уже как бы не должен уходить и опять же посмотрите на маун кинга тяжа он с полной маной он не кинул опять ни одного молотка и я этого понять не могу что у него за мк без бестолковый так смит минус как без клэпа можно играть вон хавк от отстрелял всю свою ману на клэпах молодец не это 11 полная ману им кисты и полные маны интересно он кинет молоток в этом сражении клэп он вообще ничего не тратит у него втором вот первый молоток полетел за это время вспомнили букву т надо ставить коня молодец хошка здесь кони у врага больше ой вулом словил красивый момент там мк словил ему инвулом молоток уааа надо хавку отсюда уходить хотя если он прессами окружает мк у че там поставок откинул молоток лечение да уходит молодец рановато раньше точнее рановато поздновато раньше надо было уходить а чё на экспанте у нас творится подождите слева внизу слева внизу алё ага спасибо там вышки оказывается ну хавка уже лимита больше база дополнительно стоит но им ку жалко им ку жалко вдруг продавит часа так сеночка на стенку сразу влетает в вражеском маутон кинга хаб присты полный наверху блин тут из-за позиции за мортира отсутствием ки можем очень очень потерпеть палача о так мк оказывается из таверна пришел не заметил я его он такой мелкий что сливается со всей армии лучше даже базу отдать чем чем здесь сражаться потому что мортиры блин не в позиции потому что героя без маны потому что ну надо как-то перетерпеть этот сложный момент блин и точка сбора ухавка кривая присты идут не туда конь еще один конь он тут отдал лимита 15 наверное на кривой точке сбора и на отступление и здесь кони уминичтожил все рабочих он так обычная каша да ладно да ладно пытается в размещу светить хавк пытается хотя бы одну базу противнику порезать но там рабочие вкалывают нормально конь на коня но этот здоровее он не справится пятый пятый архмат хорошо у нас опять подставляется маутен кинг хавк тыкает в быстрее телепорт не только в прошлый раз коня 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 подлечить было телепортироваться у нас телепорт можно было сюда телепортироваться они вниз ну да либо это спасать либо то 20 да нет не факт сейчас что 20 но то что игра выровнялась это сто процентов там мог этот архмаг может быть блин шестой скоро 5 и 7 так хавк подкормил конечно его ну не надо было им код давать не надо было им код давать возможно вышки раньше заметить там кого-нибудь отправить чтобы не пришлось туда все армии биты телепортироваться как же так но отбиваться сейчас нужно как-то у нас из плюсов мортирки есть хороший долбит клэп хороший пытаются мортиры стрелять по вражеским пристам что-то хавк даже не пытается кидать inner fire но он диспелится да там такое количество вражеские кони врезаются в мортир что делать контролить блин а чё тут еще делать молотки стафает мортиру пытается спасти наши кони зеленее мортира падает первое мк последний мана тратит на клэп но клэп шикарнейший заходит там на трех коней на четырех престолов наш архмат может умереть оп молоток опасный момент лечение что поставил ставки стенки все красную тяжу ну да может и уйдет столько красного всего надо его гнать просто до конца а телепорт собака одного юнита подрезали только пом 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 и чё делать ну мы два в два остались но у нас мэйн закончился из-за того что мы харасили противника он золото не всегда добывал а нас почти не и снова битва на территории тяша он успел немножко залезать раны весь в нурфайре став коня у нас идет клэп неплохой минус прист 77 71 по-прежнему тяша больше а и грейды лучше 22 там 32 грейды тяша ё-моё и мана полный у вражеского инки пытаются паладина спасти своего я не вижу здесь как мы выигрываем нет ну мы выигрываем мы выигрываем минус мк а вот там став был в кд подсказывает в ну тяж теряет мку такая кутерьма я вообще не понимаю что происходит я вижу как присты пытаются от мартиру убраться кони по брейкером там отдельно кони за это самое кони тяша за архмагом бегают беги конь беги конь не шути ой какой валидол там одной тычки не хватило архмагу мартира нет нет мартира она могла не специально заблочить телепорт пошел тяж у него по-прежнему 70 блин 7 лимита где откуда тут все еще продолжается вот это вот кутерьма блин куча мало ничего не понятно опять inner fire у врага мы отступаем да что же происходит-то нас мортира нас по крайней мере архмаг вроде как живой так подрезали коня увлекшегося преследованием очень ясно и как будто . сбора кривая какая-то массовый телепорт появился добрый вечер блин так мы же бэйстрейды проигрываем мы можем отменить алтарь ему где mountain king восстанавливать да ему плевать у него деньги есть он в таверне спокойно выкупает моста п минус алтарь 10 секунд не выходит mountain king идет к таверне выкупать там 4 паладин нас 38 господи не окажется это заливка от хавка все равно хотя по лимиту вроде уже он впереди а впереди потому что у нас рабочих порезали на экспанте коня опять домогаются другие кони сорочки очень помогают тяж у нас нет хотя почему у нас нет где у нас присты вообще массовый телепорт чё по молоткам нет молотка телепорт и все понеслась сейчас будет разводить сейчас будет разводить он все он знает что делать он знает что делать он сейчас будет tower defense и бежать постоянно на мэйн и заставлять хавка все это гг это два два ноль в пользу тяж скриньте вот уже все девяносто восемь процентов тяж побеждает тут аутов практически нет по армии один в один если хавк получит 6 но не получит у него 5 и 3 ему вот этот полчаса вырубать мы полчаса вырубать массовый телепорт он даже отдавать экспант не будет ё-моё даже агрессивный прыгает молоток да ты что отправляется паладин что он амортир и до свидания ой пытаемся пытаемся вражеского ой там стал красиво чем она стафану сразу видели иконе сейчас метнули с ним не потому что хавкну баса потому что он подумал что там мы какой-то урон нанесли по арх магу и что он стоит парализованный рядом с мэйном его мы его можем заковырять прямо с рядом с мэйном молодец хавк думает еще думает ну 74 на 65 хавка меньше плюс там база работает у нас инкома вообще никакого нет минус конь огонь еще став на став и телепорт после телепорта мы пишем гейли ваймс смотрите два коня слева происходит оценка ситуации от кошка это грустненько конечно минус 8 лимита еще 50 лимит на 72 базы против нуля 6 архмаг против 5 хавку будет против фокуса играть лазера вот еще им куда 5 качнет смотрите и палача поближе к пятому сделает они тут я смотрю на им ку хавка всех не докачает поздно спохватился там паладина вроде как даже немножко отвел на не хватило мне показалось марте работали по кому угодно только не перед пристани по пристани они работают они работали по пристам до тех пор пока присты далеко не уходят и тогда тебе нужно стрелять хотя бы как то что если мортиры подходит близко к первой линии к там коням то это это беда то есть он держал им ну держал короче дистанцию нормальную вон мортирка 1 но стреляют по кастерам с время бах и они постоянно в беготне массовый телепорт очень хороший контроль здесь пошли фирмы по карте хавк ну я не знаю он пытается найти какую-то здесь какую-то возможность там 80 лимита написать часы на архмагу на голову могут упасть не очень сэйфово грустненько но это похоже на финал к но там финал к была еще на экспандию тяж понятное дело но у хавка видимо полной информации не было происходящим никого тяж вроде не потерял 82 хавка уже минус 4 лимита пытается стыкнуть кого-то мк биты минус мк страна очень близкая ну первая не очень близко вот вторая вторая просто разочарование принесла игра потому что у хавка была выигрышная ситуация посмотрите вот синий график это преимущество хавка преимущество хавка синий график и желтый в самом конце понимаете в самом конце там один всплеск там в серединке игры это видимо потеря 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 мки или или на отступление когда да скорее всего когда на отступление хавк на рестериал всего короче грустно гроу хобби ру сначала спрашивал зачем его зовут на турнир ну во первых на турнире там не знаю сколько 20 человек что ли и и хавк занимает в рейтинге 23 место но с учетом того что не все могут принять участие в турнире он как бы вписывается по глобальному рейтингу в с вот а что куча ошибок ну да куча ошибок но кого пригласить товарищ который еще ниже еще хуже играет может и кого-то знаешь кого надо было вместо хавка пригласить вообще его участие позволило ну по крайней мере в нашем конкретном случае я бы не стал смотреть первую первую групповую стадию группу d если там не было хавка признаюсь честно то есть а вычитывая что ты его как бы более менее знаешь он там лапшичник все играл постримливал немножко переживаешь за него то есть от его участия серия плюсов но я не вижу конструктива просто бы при предложении типа зачем его зовут вот что это за фраза такая какое этим предложение кого позвать вместо него так ладно следующий матч это у нас за выход из группы с первого места лолайт против тиаши будет хорошая серия посмотрим а потом посмотрим фокуса против хавка а потом еще соответственно проигравшего с победителем и будем надеяться что это будет хавк против кого-то там главное чтобы это было не лолайт потому что слова этом шансов не уменьш потому что лолита где-то в топ-5 да наверное 8 место занимает и плюс расовая эльф с эльфами у хавка исторически все очень плохо перерыв